Елена Алёхина несколько дней не выпускает крючок из рук. Вяжет деревню фей. Уже вырос дом-гриб, появилась первая фея и волшебное дерево. Оно цельновязанное, значит без единого шва. Это даже для профессионалов высший пилотаж. Если я вяжу ноги, вот ноги делю пополам и ножки получаются. А почему тут так не попробовать? И начала вязать, вывязывать каждую дырочку. Вот сейчас специально, видите, оставила. Что вот это потом будет тоже вывязываться и делиться. Всё время делиться. Мастерица вывязала уже целую выставку. В Кривеческом музее под её творение выделили отдельный зал. Около 200 вязаных экспонатов за несколько лет работы. Сказочные герои игрушки банально. Здесь самовары, целые гастрономические наборы. Свадебные торты, бутерброды, шашлыки. Даже есть утка в яблоках. Вот там торты. Пока очки не одела, не поняла, что это настоящие или не настоящие. Ну и очень понравилась квартира. Тоже надо такую ловкость иметь, чтобы всё так вывязать. Над интерьерами, говорит мастерица, работать приходится дольше всего. В ход идут любые коробочки. От таблеток, конфет, соков. Вот это кресло будет. А это будет плазма, телевизор. Вот они уже обвязывают. Начинают. Потому что тоже будет комната, гостиная. Через две недели комната будет готова. Творение Елены Алёхиной просят в подарок коллеги, ученицы. Она уже три года преподает вязаную грамоту школьницам. Да нашим всем преподавателям по торту каждому на день рождения подарила. Цветы постоянно дарим. Кому куклу, кому что. Для Елены Алёхиной рукоделие – настоящая отдушина. Говорит, и пофантазировать можно, а нервы как успокаивает. Вяжешь – отвлекаешься, и все проблемы как будто исчезают. Оксана Корабельникова, Олег Голобоков, ТВК Новости.